Привет, красотка! В сегодняшнем видео мы с тобой поговорим о чем-то таком более глубоком, внутреннем, психологическом, о принятии себя, об отношении к себе. Собственно, название видео «Говорит за себя». Мы поговорим о том, как быть, как стать, как чувствовать себя красивой без макияжа. Потому что зачастую, на самом деле, два таких связанных, неотъемлемых друг от друга понятия – красота и внешние данные, красота и макияж. Но, безусловно, это стереотип, и стереотип очень глубоко засевший нам в голову, и стереотип страшный. Потому что если жить с такими понятиями, если жить с такой остановкой, то можно вообще счастья-то в жизни не получать. Многие, думая о красоте человека, назовут его внешние какие-то данные. И даже если нужно будет дать вот этот ответ, допустим, ты подойдешь к человеку и скажешь, в чем красота человека? Может быть, он еще включит какие-то, знаете, моральные устои и скажет, ну, это отношение к миру, это там его поведение, воспитание. Но на самом деле в большинстве из нас лежит такая установка, что вот прошла, например, девушка, у нее густо накрашенные ресницы, там пухлые губы, у нее вроде бы идеальный тон лица, фигура просто как у Барби, и вот, вот она красивая. И то же самое наоборот, если человек от природы, например, пухленький, от природы у него большой нос, от природы маленькие глаза или там редкие волосы, он считается уже как бы обществом не очень-то красивый. Но я ни в коем случае не говорю, что это норма и так и надо. Я говорю о том, как зачастую происходит в школах, в университете, в каких-то группах социальных. Давайте подумаем логически, но неужели мы выбирали, когда мы рождались на свет? Нет, неужели у нас был какой-то выбор, знаете, как в Симсах, выбрать такую-то талию, какие-то бедра, какие-то волосы? Нет, конечно, это все данные природы, это то, с чем мы должны жить, это то, что мы должны в себе принять, и это просто нужно иметь как данность, не более. Красота на самом деле человека находится только внутри. Это то, как человек относится к другим людям. Это его доброта, наличие вообще такого качества, как доброта. Это его воспитание определенно, поведение в обществе, отношение к самому себе, принятие самого себя. И это абсолютно никак не соотносится с его килограммами, с его пропорциями лица и так далее. Я хочу вам дать понять, что когда мы говорим о том, что ты красивая или ты красотка, я когда вам говорю, это не означает то, что вы все должны там сидеть с макияжем, готовы идти на показ какой-нибудь, или что у вас у всех идеальная прическа прямо сейчас, идеальный маникюр. Это говорит о вас как о красивых людях. Я действительно вас такими вижу и уверена, что красоту в себе может развить каждый. Так что этим видео я хочу донести до вас вот такую истину. Я считаю, что это действительно истина, это не просто субъективное мнение. Что же делать, если вы думаете по-другому и, возможно, чувствуете уже какую-то неуверенность в себе, не чувствуете себя красивыми, неуверенными чувствуете себя, когда выходите, например, на улицу без макияжа. Что делать? Конечно же, первый момент, первый мой совет, и это даже не совет, я не знаю, эта фраза стала настолько распространенной, настолько даже модной, что мне не хочется говорить эти слова, но действительно нужно принять себя и полюбить себя. Что это означает конкретно? Как понять, когда ты себя принял, а когда ты себя не принял? Вот видите, вы поймете, когда вы будете относиться к себе не как к оболочке, которую можно изменить за 15 минут. Вот я сейчас сделала макияж, например, ровно 15-20 минут, потратила на то, чтобы нарисовать стрелки, брови, косички заплести, а с утра я была совершенно другим человеком. Так вот, вот эта внешняя оболочка, она настолько изменчива, переменчива, настолько ее можно быстро изменить, да даже килограммы можно лишние сбросить, там, потренировавшись полгода. Но не в этом главное. Суть в том, что ты себя представляешь вот здесь. Как ты себе относишься? Уверен ли ты в себе? Образован ли ты? Делаешь ли ты все, что ты делаешь для себя, то есть для заботы о себе, для здоровья о себе? Или потому что так надо и так делают там классные люди какие-то, и нужно как бы подражать? То есть здесь очень такой важный момент, осознать, что ты у себя в жизни один. И фактически тот человек, с которым ты пройдешь до конца жизни, это именно ты и будешь. Больше ни за кого ты не можешь быть ответственным так, как за себя. Ни с кем так много времени ты не проводишь, как с самим собой. Но очень часто отношения с самим собой, они хуже, чем отношения вообще хоть с кем, даже с незнакомым человеком. Поэтому я считаю очень важно начать разбираться в том, кто ты есть, что ты действительно хочешь, какие твои истинные желания. Делаешь ли ты это, потому что ты так хочешь, или потому что так навязано обществом? И когда ты приобретешь вот эту внутреннюю силу от того, что ты понимаешь, зачем ты двигаешься, куда ты двигаешься, ты начнешь себя уважать. То, над чем действительно нужно работать, это характер, твое отношение к другим людям, то, как по-доброму ты к ним относишься, как ты их воспринимаешь, как ты много делаешь бескорыстного. И вот именно наполнением изнутри ты становишься красивым и снаружи. Также очень такой важный момент, это фокус на позитивном и на более сильных сторонах, которые у тебя есть, нежели на слабых. Потому что зачастую люди видят в себе какие-то недостатки, ну, их легче всего увидеть, потому что ты начинаешь сравнивать с идеалом каким-то, да. И то, что в тебе сильного, то, что в тебе хорошего, ты почему-то принимаешь как норма. То есть, типа, ну да, так и должно быть. А то, что немного отличается от какого-то идеала, это сразу же считается как бы недостатком. И люди именно на этом обычно акцентируют внимание. Я нередко была свидетелем таких разговоров, собственно, мне и высказывали эти люди, которые не очень уверены в себе, что у них там это плохо, это, да я это не могу, да у меня это не получается. И честно, даже как слушатель, это ужасно слушать, потому что хочется сразу пожалеть, сразу сказать, да ладно, все у тебя нормально, ты хороший. А внутри у меня чувство абсолютно, как будто я не помогаю человеку, а как будто просто его вот так вот утешаю, потому что помочь он себе должен в первую очередь сам. Не нужно фокусироваться на том, какой плохой ты. Ты только это увеличишь, то есть, ты эту информацию только приумножишь. Люди таким тебя и будут воспринимать. Просто нужно это принять как данность и сакцентировать внимание на том, что у тебя получается лучше, наоборот, как раз таки. То есть, не то, что у тебя хуже всего получается, а то, что получается лучше. Работать над этим, улучшать это, и вот это плохое, оно само отвалится. И я хочу обратить внимание, что если я говорю о том, что красивым без макияжа выглядеть можно, это не означает, что нам теперь нужно забить на косметику, выбросить все косметички, все туши, помады и так далее. И если ты будешь краситься, то означает, ты себя не принимаешь изнутри. Нет. Здесь просто вопрос немножечко в другом. В том, как вы подходите к созданию макияжа. По какой причине вы начинаете краситься? Вы хотите утром поскорее замаскировать все, не видеть себя вообще в зеркале, пока не нанесли тоналку, там, тушь. Или вы относитесь к себе как к красивому человеку и без макияжа. То есть, вы себя принимаете и такой, но просто хотите сделать свои глазки поярче, бровки погуще, почетче, тон лица поровнее. Я не вижу в этом, если честно, абсолютно ничего плохого, потому что если это происходит из любви к себе, из желания просто выглядеть немножечко поярче, поздоровее, то это никак не противоречит той самой любви к себе, о которой мы говорили в начале видео. Поэтому, девочки, макияж это неплохо. Я не говорю, что косметика это значит, что ты себя не любишь. Но в основе подхода к макияжу, я считаю, должно быть просто желание сделать себя сегодня поярче. Ну что ж, красотки, лекции от Александра Паснова закончились. Это видео было, конечно же, сложнее, нежели там какие-нибудь проверяем лайфхаки девочки из инстаграма. Это сложная информация, это информация, которая должна дойти вот досюда, поэтому, собственно, она и сложная. Если хоть одной из моих красоток это видео было полезно, я уже безумно счастлива и мне это очень греет душу. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, насколько вам интересно видео о такой вот внутренней красоте, о психологии, об отношении к себе, о принятии себя и так далее. Хотите ли вы иногда и такие видосики на моем канале? Ну а я вас очень сильно люблю и улыбайтесь чаще красотке, потому что вы настоящие красотки. Субтитры сделал DimaTorzok